Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Спортивное обозрение». Сегодня мы расскажем вам о солнечногорских альпинистах. Анна Максина и Алексей Заводский в этом месяце покорили вершину Эльбруса. Они привезли домой массу ярких снимков и незабываемых впечатлений. Как проходило восхождение, вы узнаете из нашего сюжета. Высота Эльбруса составляет 5 642 метра над уровнем моря. Восхождение на вершину Анна и Алексей совершали в разные дни. Аниной группе больше повезло с погодными условиями. Очень тяжело идти, не хватает кислорода. Но у меня, в принципе, проходит это все достаточно хорошо, потому что я даже чувствую некую эйфорию на высоте. То есть моя горная болезнь, она связана с эйфорией. И когда поднялось солнце, это непередаваемое ощущение, это рассвет, а ты над горами. То есть весь Кавказский хребет у тебя на ладони. Алексей отправился в поход на другой день. Погода решила проверить на прочность альпинистов. Погода была действительно очень плохая. То есть это был сильный ветер, это было отсутствие видимости, это мел снег, минусовая температура, все обледеневало. Из-за этого некоторые альпинисты поворачивали назад. Но Лешина команда из пяти человек шла дальше, к намеченной цели. Правда, на вершину удалось забраться только двоим. Страх я почувствовал, когда мы очутились на вершине. Потому что, очутившись на вершине в такую погоду, там не было ничего видно. Там дул ветер такой, что казалось, что ты можешь просто улететь. И кроме страха особо ничего не чувствовалось и желание как можно быстрее спуститься вниз. К своему увлечению альпинизмом Алексей и Анна шли разными путями. Увлечение началось с того, что мы с друзьями как-то поехали в Кисловодск. С друзьями-спортсменами. Дело в том, что я занимался достаточно длительное время лыжными гонками. И мы поехали в Кисловодск, это Кавказские минеральные воды, для просто такого легкого спортивного сбора. Там Алексей впервые увидел Кавказский хребет и впечатлился прекрасными видами. Леша сделал несколько кадров, и они получились удачными. Так наш земляк увлекся фотографированием. Я решил, что горы – это просто то, что меня интересует действительно очень сильно. И я хотел бы поехать в Гималайи. Леша покорил многие вершины, с высоты которых делал красивые снимки. Их стали печатать в журналах. В один момент мы познакомились с редактором журнала National Geographic, это Андрей Поломарчук. И он сказал, да, с этим можно работать. Помимо печатных изданий, фотографии Алексея публикуют на страницах интернет-сайтов. Ее аудитория гораздо шире. Анна полюбила горы, когда оказалась на Алтае. До этого я ни разу не видела гор. И когда я увидела горы на Алтае, я поняла, что это что-то необыкновенное. Необыкновенная энергетика, необыкновенное небо. Такого неба нету нигде. Затем Аня попросила Лешу брать ее в походы. В планах у Леши поездка в Непал и Тибет. У Ани восхождение на Эверест. Надеемся, что у ребят все получится. И они приедут с новыми впечатлениями, которыми поделятся с нами. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Перейдем к новостям футбола. 26 августа на стадионе «Авангард» прошли матчи первенства Московской области среди юношей 98-го и 2000-го годов рождения. А 27 августа тряхнули стариной ветераны солнечногорского футбола. В гости к солнечногорским юношам приехали футболисты из Щелковского района. Первыми на поле вышли команды 2000-го года рождения. В начале матча наши ребята имели прекрасный шанс забить гол. Но затем у солнечногорцев все разладилось. И они стали пропускать мяч за мячом. В итоге разгромное поражение со счетом 0-5. Удивительно, но в следующем матче команда юношей солнечногорска 1998-го года рождения уступила Щелковским сверстникам с тем же счетом. Какая боль! На следующий день, 27 августа, в дело вступили ветераны футбола. Сегодня здесь проходит очередной тур переноса города по футболу среди команд ветеранов. Участвуют четыре команды. Одна из них Менделеева и три местных. Это Автодор, Восход и команда Сенеш. Вот практически сегодня проходит у нас последний тур, который сегодня выявляет и чемпион. В решающем матче команда из Менделеева обыграла Восход со счетом 5-1. Победителям был вручен почетный кубок. Второе место заняла команда Восход. Третье вымпел. Екатерина Фокичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. В свете приближающегося дня города в Солнечногорске намечен целый ряд спортивных соревнований. 30 августа в 16.00 на футбольном поле «Авангарда» состоится финал Кубка Солнечногорского района по футболу. В нем встретятся команды «Единая Россия» и «Андреевка». В час дня на базе спорткомплекса «Вымпел» пройдут турниры по волейболу и настольному теннису. А в 12 часов дня там же на «Вымпеле» пройдет мастер-класс по стрельбе из пневматической винтовки. И это все новости спорта на сегодня. И не забывайте, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда не известен. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok